Почти соточка в бутылке на 5 литров. Если в период самоизоляции все спортзалы закрыли, но очень хочется тренироваться, а гантелей дома не оказалось, но есть 5-литровая бутылка из-под воды, что же можно в нее такого навалить, чтобы сделать ее чуточку потяжелее? Чтобы сделать эту нехитрую калькуляцию, нам нужно обратиться к учебнику физики за 7 класс. Сам я, конечно, не помню, что это 7 класс, но Google мне вежливо подсказал. Да, именно в учебнике 7 класса содержится информация про плотность вещества. Плотность вещества – это соотношение массы вещества к его объему. В нашем случае грамм на литр. Соответственно, те цифры, которые мы сейчас получим, для каждого вещества нужно просто умножить на 5. 5 литров. У меня есть шпаргалочка, сейчас я возьму телефон и буду читать отсюда. Наша задача-то не сильно хитрая. Нам нужно найти какое-то вещество, которое можно насыпать в бутылку, чтобы она весила больше, чем если бы мы просто налили туда воды и заполнили все эти 5 литров. Итак, список начинается с самого низкоплотного вещества, из того, что пришло в голову, но есть в каждом доме. Кроме вашего, естественно, потому что вы занимаетесь фитнесом. Мука пшеничная. 640 грамм на литр. 3,2 килограмма в бутылке. Не густо. Далее, самое дорогое, что есть в списке. Крупа гречневая. 800 грамм на литр. 4 килограмма в бутылке. Нет, нас все еще не устраивает, потому что это меньше, чем вода. Далее, сахар. Его тоже, кстати, дома у вас быть не должно, но плотность у нее такая же, как у крупы гречнева. 800 грамм на литр. Мы про крупный сахар сейчас говорим. 4 килограмма в бутылке. Отбрасываем. Крупа рисовая. 910 грамм на литр. 4,6 килограмма в бутылке. Ну, уже ближе к делу, но все равно что-то не то. Далее идет вода и молоко. У воды плотность 997 грамм на литр. У молока 1000. И они оба весят, соответственно, в бутылке порядка 5 килограмм. И здесь мы, наконец-то, переходим к ту черту, к которой стремились. Соль мелкая. 1300 грамм на литр. Это значит, что бутылка, наполненная мелкой солью, будет весить 6,5 килограмм. Это уже что-то. Это уже побольше, чем наши изначальные 5 килограмм. Но если в самоизоляции вам все-таки есть возможность выйти на улицу и дойти до карьера, то карьерный песок имеет плотность 1500 грамм на литр. А это значит, что наша бутылочка будет весить 7,5 килограмм. Фух, неплохо, неплохо. Дальше чуть посложнее. Чугунная стружка. 2000 грамм на литр. Это значит, что 10 килограмм вы можете выжать из одной бутылки. Очень даже неплохо. А если доберете до менной стружки, у нее плотность 2500 грамм на литр. Это значит, что 12,5 килограмм в каждой руке у вас будет, если у вас целых 2 бутылки. Исчерпывающий ресерч, который заслуживает лайка однозначно. Поэтому жми его, не стесняйся. А если карантин застал тебя либо на сталелитейном заводе, либо на тяжелых наркотиках, то у меня есть для тебя еще несколько странных вариантов. Смотри. И первый из них алюминий. 2699 грамм на литр. 13,5 килограмм в бутылке. Очень даже неплохо. Единственное, если вы будете брать алюминиевую мелкую дробленную стружку, то у нее плотность всего 770 грамм на литр. Практически как у гречневой крупы. И вес бутылки 3,9. Не очень хорошо. Далее железо. 7874 грамм на литр и 39,4 в бутылке. Уже нормальные такие гантельки для жима лежа. Далее идет медь. 8900 грамм на литр. 44,5 килограмма в бутылке. Далее свинец, с которым, кстати, будьте осторожнее, как и со следующей позицией. 11340 грамм на литр и 56,7 килограмм в бутылке. Здесь точно ручки придется укреплять, потому что они вряд ли выдержат. Далее у нас ртуть. 13668 килограмм в бутылке. Это уже нормально. О, и дальше идет плутоний. Кстати, здесь хорошая картинка, потому что 9800 грамм на литр и бутылка будет весить 99 килограмм. Почти соточка в бутылке на 5 литров. Ну и если совсем уже крыша поехала, то есть еще иридий. 22650 грамм на литр и 113 килограмм в бутылке. Плотнее этого разве что осмей, но подтверждения этому я не нашел, поэтому остановимся, пожалуй, на иридии. Вот такая наиполезнейшая информация. Постарайтесь ее переварить и наполнить свои бутылки тем, чем необходимо для того, чтобы продуктивно тренироваться дома. А на связи был Макс Климов. Желаю вам подписаться на этот канал и не болеть. Пока!